Здравствуйте, адекватные люди. Ассалу, моляком, доброго времени суток. Ну что, эта сторона лучше пошла. Я сразу прорезал здесь сваркой. Вот так вот. И она пошла. То есть довольно-таки легче. Посадочная целая. Все хорошо. Трещина отсутствует. Все окей. Так, присрал электросваркой. Сваркой электро не умею варить. Электродной. Только резать. В эту сторону так же заходит. Ну, говорю, в прошлый раз вот эти вот пальцы. Может, конечно, тут посадка другая. Просто же скач, конечно, был. Ну, здесь вот так вот. Шап. Есть небольшой. Вот он. В прошлый раз пальцы были черные. Ну, понятно, что у него другого производителя сейчас. Какие у него были тогда, он не помнит. Что за производитель он мне отправлял. И он не знает. Соответственно. Раньше я брал запчасти в Актеурус. Вот. Там был менеджер. Ну, вообще, первая фирма, где я брал запчасти, Актеурус. Там менеджер был нормальный. Как бы он отвечал и днем, и ночью мне на мои запросы. Ну, так как я, как бы, грубо говоря, днем всегда сплю. Ну, с утра. Ну, а конторы же работают как? С утра? Правильно. Ну, я ему ночью скидывал ссылки. И он, как бы, отвечал мне уже там в течение... Ну, вернее, я уже утром просыпался. И смотрел его смс, который он мне ответил. Иногда даже ночью отвечал. У него база была. И все было окей. То есть было удобно. Трактор сломался. В любое время суток ты ему отправил. Он тебе быстренько ответ. Да? Типа... Сколько стоит, чего и как. То есть ты получаешь ответ от него, и все в порядке. Но потом там ушел этот менеджер, стал другой какой-то пидорок. С пидорским голосом. Он, короче, скажем так, работал... Ну, как, типа... Ну, что он... Как обычно в режиме офиса. Постоянно динамил мне там, не отвечал. А мне надо же как. Трактор сломался, ты должен сразу оперативно знать информацию, сколько стоит, есть или нет. И кто производитель. Потому что, ну, ты сразу отправляешь несколько фирм запросы. Он мне голову ебал постоянно. И я, короче, перестал его актеру сбрать. Потом наткнулся на планету GCB. Ну, и как бы, Толик говорит, ну, такие не накладные, типа, по чем тебе предлагают. Ну, как обычно, может, мы тебе дешевле предложим. Ну, и стал мне предлагать дешевле, как бы, варианты. И я стал вот с планеты GCB работать. Да, из Питера быстрее всего. А тут менеджер в Ярославле был. В акте РУС. Вот. И меня, как бы, это не очень устраивало. Все это... Кривые ходы. Если в Ярославле ехала в Москву. Ну, типа, потом в Мурманск. Такие, короче, канители. И плюс он стал долго работать. И я с ними перестал работать. Ну, и... А сейчас у них вот я вышел на связь. На нового человека, начальника отдела. Буду пробовать с ним. Может быть, что-то и получится. У них Digit Pars, эти английские пальцы, втулки. Можно попробовать поиграться с теми производителями. Так, сейчас точек здесь поставлю. Чтобы палец забивался. И пойду в Узбекистан за помощниками. Дело в том, что я раньше не понимал, что китайские там запчасти, они могут не подходить. Я всю жизнь торгую запчастями новыми и бушными. Новыми китайскими запчастями итальянскими. Испанскими. Да, и на марок торговал. И если я брал китайские запчасти, они всегда подходили. Подшипники, саленблоки, подушки, двигатели. В поршневую я не возил китайскую. Я возил там Нурал или Колбеншмитт, Германия. И я не сталкивался никогда такого. Проблем у меня не было. Я купил китайскую деталь. Я ее продал и был уверен в нее. Да, она может быть ненадолго хватала. То есть у меня рассчитана была торговая точка на перекупов. И на людей, которым я имел разные ассортименты. И немецкую деталь, и китайскую. Но в основном Китай. Но я продавал и всегда все подходило. Причем я сам же ездил на этих китайских запчастях. Я их устанавливал. Не было косяков. Были, конечно, чисто брак. Ну то есть там какой-то микро брак. Я отвозил партию назад. Ну партии же небольшие были. В Литву им не меняли, другой давали. Или просто отфотковал геморрой. И просто они мне давали другие детали. То есть фирмы так работают нормальные. За границей. А тут, блядь, что? Берешь запчасти, они вообще говна кусок. Они не подходят. И никто не хочет нести за это ответственность. То есть делают партию пальцев. И они, блядь, все говна кусок. Ну. Вот. И как бы я думал, что Ну с такой-то техникой тоже Что Китай берешь, что Италию, там Что Испанию, что Англию Работать, по идее, же должно. Вопрос только на сколько его хватит. А тут изначально сталкиваться с тем, Что новые детали Их не установить. Их просто не установить Без дополнительной доработки. Не знаю. У меня такого лично С легковыми автомобилами Ну эти Заплюхал маленько, да Сжало здесь эту щель Немножко. Я взял два диска Трезных тонких Зажал на машинку И Проточил под стопор С той стороной, конечно Я намучился Слишком много точек Там поставил Сварочных Бля, еле забил Конечно Не, полегче шло Чем вот эти у меня шли Конечно Эти Наверху стоял человек И там сверху Махал кувалду Представляете Размах Сверху И удар Сколько килограмм Здесь-то я сбоку Бил Ну тут Явно Меньше натяг Ну расплюхал Все равно Вот Так что Зажал два диска В отрезную машинку Тонких И Сделал пропил Под стопор В принципе Все Должно быть нормально Здесь тоже Зашлифовал Чуть-чуть Среди преступления Видны Дэшку Мы с ним разговаривали Сергей Зеленкевич С ютуба У него канал есть там Вот он восстанавливает Все эти части Тем станком Которые я хочу купить Звонил я этому продавцу 119 тысяч Меньше он не падает Это расточной И наплавочный комплекс Так вот Сергей Мисказал Ни в коем случае Не отрезать их То есть я хотел Сегодня отрезать Отдать токарю Чтобы он мне ее Проточил ровно Сделал И потом варить Он говорит Что тут Какой-то супер Сварка Приварена И говорит Потом будет Отламывать Постоянно Лучше Говорит Этого не делай Ну Черт знает Не знаю Ну короче Послушаю Я хотел Сегодня Отрезать Послушаю Я его Не буду Херней Заниматься Все равно Собрался Брать Расточной Комплекс Ну тогда Мне нет смысла Отрезать Это и делать Потому что Ну у меня Вот проблема Основная Моя Это вот это Тут очень Большой люфт Вообще Ничего не намудришь Только если Резаком Продуть Это все Дело И новые Вставки Туда Вставить Эти Ну можно Еще и так Поездить А здесь Просто Люфты Такие Что Космические Вот Поэтому Подумал Ну блин Наверное Не стоит Конечно Испытывать Судьбу Портить Эту Херню Он говорит Если только Координатно Расточным Станком Это сделать Боюсь Что они Тоже Накосячит Криво Выставят Эту Фигню От чего Здесь Отталкиваться От этой Плоскости Ну понятно Тут должно Быть 90 Угол Правильно Как Тут Эти Все Геометрии Вот Эти Вот Ловить Вот Такой Вот Такой Если Вот Этого места Не было То Можно Было Вот К этой Плоскости Положить Да И Сделать 90 Ну блин Вот Эта Вот Сторона Есть Она Уже Пофаканная Тут Нету Сейчас Ровности Никакой Они Как-то На Кондукторе По-любому Варят Там На Заводе Почему Он Говорит Что Тут Потом Не Заварить Так Тут Что Такого Ничего Серьезного Нету Ну Что Тут Блин Шов Как Шов Неужели Я Так Не Заварю Конечно Не знаю Чем Это Сварено Может Пошло Будет Рвать Ну Не Ну Если Бы Конечно В Этой У 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 Целое Было Я Бо Конечно Решил Этот Вопрос Отрезал Б Проточил Б Выровнял Отверстие Распилил Б Пополам И Через Фаску Повернул Б Сюда Через Фаску Б Заварил Нафиг Да И Все Голову Се Не Забивал Ну Блин У У Просто Остальные Отверстия Получается Что Тоже Разбиты Нет Смысла Ну Так Вот Делать Ну И Спешить Мне Некуда Потому Что Работы Все Равно Нет Зима Она У Нас Именно У Меня Ну Как Б Нет Работы Летом Она Была Каждый Год А зимой Только Прошлый Год Я Поэтому Не Спешу Никуда Я В принципе Планировал Ну Заниматься Трактором Эту Зиму Скорее Всего Ну Думал Просто Кусками Там По недельке По две Но Это Уже Полтора Месяца Длится Уже Почти Два Месяца Будет Вся Эт Эпопея То Триггеры То Те Пальцы То Шмальцы То Бортовые То Тормоза Все Это Подзатянулось Ну А Так По Большому Счету Все Б Границы Были Открыты Бо Я Уехал Б Зимовать Теплую Страну Че Здесь Ловить Ну Если Нет Работы Вот Трактор Был бы Сейчас Целый Че Мне Делать Сидеть Здесь Ходить Вокруг Него Танцы С Бумном Зачем Мне Это Надо Лучше На песке Лежать Загорать Купаться Чем Тут Снегу Болтыхаться